Скажите, пожалуйста, здесь книга у вас не представлена, история Кипра. В двух словах можно что-нибудь? Источники и так далее. Она продается там, нет? Здесь она продается, нет? Значит, это целая серия книг. У меня вышло несколько книг, которые появились, ну так, достаточно случайно. Все началось с того, что в детстве я там историей Спарта интересовался, фильм «300 спартанцев» и так далее. Потом это все ушло, и всплыло заново уже в зрелые годы, когда мне на глаза попалась маленькая книжечка о Спарте. И пролистал какой-то ученый, якобы специалист, но написана была такая чушь, с точки зрения просто даже здравого смысла, человека, который знаком с научными методиками. И я с этого, как-то у меня все началось, потом довелось дважды меня съездить в Грецию. Я там своими глазами посмотрел все местные музеи, не только афинские. Местные музеи мы с супругой и объехали. И появилась сначала книжка «Древняя Афина и Аттика», потом книжка «Древний Пелопонез», тоже мы Пелопонез объездили в местные музеи. Третья книжка была «Древняя Фракия», там уже я не бывал. Но смог собрать материалы. Это, наверное, сотни источников, которые я не привожу, потому что иначе книга превратилась бы в такой фолиант, который вряд ли кто-то стал бы читать. То есть источников очень много. И то же самое, последняя книга «История Кипра». Это тоже очень много источников. Я читал современные статьи, переводил их. Не так, чтобы я внимательно их читал и внимательно переводил. Выхватывал итоговые материалы. Например, книжка 200 страниц об какой-то археологической экспедиции с иллюстрацией. Я брал какую-нибудь иллюстрацию наиболее показательную или какую-нибудь там схему. И всю методику я пропускал, все описания о том, как здорово мы здесь собрались, все это я опускал. И приводил конечные данные, что эта экспедиция открыла. Вот конкретный объект, его самое короткое описание. И все эти четыре упомянутые книги, там была еще одна пятая в серии. Задача была соединить как можно больше материал в как можно меньшем объеме. И это примерно получалось 550-600 страниц. И как можно больше иллюстраций. То есть, если я о чем-то говорю, о каком-то археологическом объекте, я должен это показать. Если я о каком-то городе говорю, то хотя бы схема археологических раскопок, где, как там размещались храмы и так далее. То есть, максимально то, что может сделать в глазах человека историю живой. То есть, живые образы, скульптурные образы. Возможность представить себе, как это могло бы выглядеть, если это была бы реконструкция, например, на месте. И с Кипром та же самая история. Что меня поразило, кипроведение в России, я не знаю, может быть вы занимались, я увидел, что оно отсутствует. То есть, его просто нет. То есть, ощущение, что оно и на Кипре отсутствует. Возможно, да. Она присутствует там где-нибудь в Британском музее, в музее Метрополита и так далее. Ну, кроме Центрального музея Кипрского в Никосии, там тоже есть несколько маленьких музейчиков, но они малопредставительны. Большая часть сокровищ Кипра была просто вывезена, разграблена, можно сказать, в определенный период, в конце XIX века, в начале XX, когда популярность была очень высокая. Древности из Кипра просто вывозили, все там легко это продавалось или воровалось. Так же, как и из Греции тоже поновывозили, в том числе и Венеру Миловскую, когда ее с острова Милов стащили, руки отломали, где руки теперь никто не знает. Но Венера Миловская как бы вот эталон греческой скульптуры, без рук. Но, к сожалению, вот такой был период. Есть исследователи, которые сомневаются, что эти руки вообще... Ну, есть показания. Там и вполне возможно, что в Эрмитаже стояла бы Венера Миловская. Вот там русские, тоже русские уже договорились с турецкими властями оккупационными, что они забирают эту скульптуру, но не успели. Вынесли скульптуру раньше. И там была драка с местными, которые считали, что слишком мало заплатили. Турецкие власти разрешили, в своем вздух взяли. А местные устроили драку и, значит, тащили кто за руки, кто за ноги. Вот то, что осталось. То есть я сделал то, что, в принципе, должен был сделать какой-нибудь там институт. Но ни один институт этими работами не интересуется, потому что просто антиковидение у нас и вообще история древних цивилизаций, это для таких вот псевдоисториков, которые расстраивают интерес, а после не дают достоверной информации. Ну, там Фоменко с Носовским, вы знаете, очень популярен был. Там многотысячные тиражи. Ну, у меня вот по сто штук я выпустил, они разошлись. Где-то в каких-то библиотеках и личных собраниях книг они сохранились. И я только надеюсь, что когда-то антиковидение вновь войдет в моду и, ну, может быть, дойдут эти книги. Которые должны были быть написаны специалистами. Я же не специалист в этом деле. Но я добросовестный собиратель всей фактуры и человек, владеющий научными методиками. Я вижу, где вот избыточный материал или неинтересный, который не может войти в культуру, он так и остается как бы вот у специалистов. Как вы кисточкой там очищали какой-то предмет, это неинтересно. А вот интересен сам предмет, его изображение или его собственная история. Все это я постарался собрать. Ну, я не знаю, сверх того, что там собрано мной, что-то еще добавить будет очень тяжело. То есть я прошерстил вообще все, что только мне под руку попадалось, в том числе и как раз вот эти современные статьи, которые никто из преподавателей не читает, потому что это слишком специфично для преподавателя. А создание каких-то общедоступных книг вот этими профессионалами, для них это слишком банально. То есть они все там внутри своей науки, а преподаватели внутри стандартных подходов, которые там столетней давности и поэтому не читают специальную литературу. И данное археологическое исследование для них это слишком сложно, слишком много. Главное, не разберешься и студентам не расскажешь. Вот и то же самое про историю Греции. Она мне совсем в другом свете представилась, когда я по этим музеям походил, своими глазами посмотрел, все это собрал вместе. Совсем все выглядит по-другому. Все эти байки про Спарту. Вот все, что вы слышали про Спарту, сходу, если вы скажете, это все абсолютные выдумки. Ничего общего не имеющего. Про тоталитарный режим, про то, что там они были такие мрачные убийцы. Все вообще абсолютно не имеет ничего общего с реальной историей Спарты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!